The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Так, что-то там пишут у нас. Добрый вечер, Александр. Кто-то там руки поднимает. Что у вас там с вопросами? Ну что, всех приветствуем на нашем семинаре сегодняшнем. Мы поговорим сегодня об учете основных средств. И вспомним ситуацию, которая вызывает разницу между бухгалтерским и налоговым учетом. Проведу этот семинар с собой, я. Нажалит, но уверен. Ну, вообще наша традиция собирать подобные семинары, выявляя актуальные какие-то темы для обсуждения. Потому что центр учебный наш специалист, ведущий учебный центр в подготовке профессионалов по бухгалтерскому учету. Очень много специалистов проходит у нас обучение ежегодно. И начинающих бухгалтеров, и налоговиков, и специалистов. И в основе лежит комплексная программа подготовки бухгалтеров. Признана она лучшей в Москве. Поэтому всегда готова вас ознакомиться с новинками и разбирать спорные ситуации. Потому что статистика портал HandHunter.ru в вакансии бухгалтера со знанием налогового учета больше у нас идет, чем в 17-м году на 20%. И, конечно же, диплом специалиста, спецификарные специалисты позволяют вам лучше, легче утрого устроиться. Огромное количество курсов, как видите, по нашему направлению есть. Можно посмотреть разные линейки и управленческие учеты, бухгалтерские, международные стандарты и налоговое направление. То есть, пожалуйста, подходите, обращайтесь. Ну и, кроме того, много практических семинаров для бухгалтеров и практикума, куда я вас сюда приглашаю. Приходите, почитаем, посчитаем и заполним декларацией. У нас ближайший семинар как раз посвящен 18-му ПБУ. Самое, наверное, сложное ПБУ в учете. Никакие темы как не волнительные, как учет разницы. Те, кто работают в 18-м ПБУ. Итак, сегодняшняя тема у нас по учету основных средств. И регламенты, которые действуют в бухгалтерском учете, это 6-е ПБУ, который так и называется, учет основных средств. И в налоговом кодексе у нас статьи из 256 по 260 и 268 в налоговом кодексе по учету налогного прибыла организациям. Компании, которые применяют общую систему, обязаны руководствоваться положениями и 18-го ПБУ. Есть, конечно, там в этом ПБУ у нас второй пункт, который позволяет нам не применять его, если вы субъект малого бизнеса, малая компания. Вы все помните критерии малых компаний? Нет? Помню, помню. Критерии признания компании малой и не подлежащие аудиту. В этом случае вы можете им не пользоваться. Но мы не столько будем говорить сегодня про отражение записи в учете, сколько о ситуациях, которые вызывают расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом. Все разницы, которые прописаны в этом положении, делятся на постоянные и временные. Постоянные разницы возникают по доходам и расходам, которые учитываются в каком-то одном из учетов, либо в бухгалтерском, либо в налоговом. И временные, да, доходы будут, да, расходы будут, но временной момент наступления дохода или расхода не совпадает. Сложно? Давайте разбираться. Что касается четко у нас основных средств. Постоянные разницы могут образовываться в таких случаях. Когда мы ставим на учет с вами основное средство, мы должны его принять по фактической первоначальной стоимости. Эта сумма должна включить в себя все расходы, которые вы принесли для того, чтобы это основное средство получить себе на учет. К примеру, для того, чтобы купить внеоборотный актив, вы привлекли займ или кредит. И в результате проценты по этому кредиту начисляете куда? Если у вас потребительский кредит, ну или на пополнение оборотных средств для компании это называется, то это ваши текущие расходы вне инвестиционного. А вот если мы говорим про получение инвестиционного кредита, то есть на покупку внеоборотного актива, Какие правила у нас здесь действуют? Проценты, начисленные до момента постановки на учет основного средства, в бухгалтерском учете увеличивают стоимость этого основного средства. К примеру, 1 июля вы взяли кредит в банке для того, чтобы купить оборудование. 1 июля. 1 июля вы получили денежные средства себе на расчетный счет. 1 июля вы их отправили вечером к поставщику. Поставщик там какое-то время их вез, доставлял, налаживали. Это основное средство монтаж был. И, наконец, 20 июля свершилось. Ленточку разрезали. Основное средство готово к эксплуатации. 20 дней пользования кредитом, проценты за эти дни увеличивают стоимость основного средства в бухгалтерском учете. Что касается налогового кодекса, все проценты по кредиту отражаются как вне ревизационные расходы. Не за день июля вы проценты в стоимость основного средства не включите. В результате что мы получим? Разную стоимость получим в основном средстве? Да. При начислении амортизации тоже у нас могут образовываться постоянные разницы. Вот хотя бы из-за этой ситуации. Если у нас в бухгалтерском учете одна стоимость, в налоговом другая стоимость, да, или же в налоговом учете вообще не производится начисление амортизации по какой-либо причине. При начислении амортизации за постоянных разниц в первоначальной стоимости, если, например, основное средство было получено в качестве вклада в уставный капитал. Давайте я этот момент вспомню. Вы получаете от учредителя основное средство. По какой стоимости мы должны его поставить? В бухгалтерском учете. Рыночный считается какая? Амортизировали. Средний стандартный средний. Нет, мы с вами не анализировали. Это был оценщик. Потому что есть требование, что если вносится вклады неденежными средствами, то обязательно привлекается независимый оценщик. И мы пригласили оценщика, он назвал рыночную стоимость. Значит, для налогового учета вполне годится. Для бухгалтерского еще есть такое условие. В оценке согласованные учредителями, но не выше, чем оценка, которую указал оценщик. То есть, если два учредителя собрались, решили создать фирму, один говорит, я готов внести оборудование. Я это оборудование покупал за миллион рублей, хочу, чтобы моя доля была миллион. Второе, вроде бы согласен, но он видит чеки, говорит, да, действительно. Правда, он это оборудование покупал давно. Сегодня на рынке это оборудование стоит, ну, например, на 200 тысяч дешевле. В результате оценщик называет рыночную стоимость 800 тысяч. Рыночная стоимость 800. Значит, какую стоимость оценится тогда основной средств в бухгалтерском учете? 800 тысяч. Теперь, если этот учредитель юридическое лицо, которое это оборудование держало себя на балансе, значит, в налоговом учете остаточная стоимость в учете у передающей страны, не важно, сколько это стоит на рынке. Понятное дело, что если передает физическое лицо, то разницы не будет. Но если учредитель юридическое лицо, то в бухгалтерском, еще раз сформулирую, в бухгалтерском, если у нас с вами два учредителя договорились, называется согласованная оценка учредителей, но не выше, чем назвал оценщик. В налоговом учете мы смотрим остаточную стоимость в налоговом учете у передающей страны. Может получиться разная цифра? Может. Про вторую часть на этом слайде еще хотела привести пример про землю. Смотрите, давайте вспомним такие вещи. Если мы говорим про землю, земля относится у нас к основным средствам, но она не амортизируется. Правильно? Земля же не теряет своих потребительских сходов, поэтому земля не амортизируется. Что касается налогового кодекса, там у нас есть статья 264.1. Которая нам позволяет списывать стоимость земли на расходы. То есть получится у нас что? В налоговом учете есть расход? А в бухгалтерском такого расхода не будет, потому что там земля в расходы точно попадать не будет. Временные разницы чаще у нас встречаются, их большое количество. Они могут образовываться в таких случаях, когда формируется первоначальная стоимость, когда мы решаем применить амортизационную премию, сейчас мы это обсудим. Когда у нас разные месяцы принятия к учету и ввода в эксплуатацию. То есть тоже сейчас это обсудим. В бухгалтерском учете мы начинаем начислять амортизацию, когда? На следующий месяц после принятия к учету. А в налоговом учете мы начинаем амортизировать на следующий месяц после ввода в эксплуатацию. Это могут быть разные даты. Приведу пример. Вы купили торговое оборудование, а магазин еще не готов. Торговое оборудование готово к работе? Вы его принимаете к учету? Да, вы его ставите на ноль первый счет. И в бухгалтерском учете вы уже можете его амортизировать. А в налоговом учете когда начнете амортизировать? Когда начнется эксплуатация, непосредственно деятельность этого предприятия. То есть разные даты получатся начало амортизации. Далее. У нас разные способы амортизации, сроки амортизации. Разница первоначальной стоимости тоже приводит к образованию временной разницы. Если мы проводим модернизацию и если мы реализуем основное средство, когда остаточная стоимость больше, чем стоимости, по которой мы продаем. Вот эти все моменты давайте поподробнее разберем. Итак, в бухгалтерском учете основные средства принимаем и в налоговом учете по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость формируется в зависимости от способа поступления объекта основных средств. Вы можете купить его, вы можете изготовить собственными силами, вы можете получить основное средство безвозмездно, можете построить хозяйственным или подрядным способом, получить от учредителей счет вклада в уставный капитал, а может быть просто оприкодовать, потому что стоит у вас что-то, но непонятно откуда появилось. Бывает такое? Вот, читаешь заключение аудиторов, пишут замечательно. При проведении реальной инвентаризации вдруг выяснилось, что куча компьютеров стоит в офисе, а на балансе их нет, и не было никогда. Или наоборот, числится какое-то оборудование, а его на самом деле уже давно нет, просто бухгалтер забыл его списать. Потому что мы с вами, когда проводим инвентаризацию, нет, не мы с вами, а латные сотрудники проводят инвентаризацию, они просят распечатать опись и ставить свою подпись под этим документом. На самом деле реально не сверяло. Бывает такое? Да, так кивнем, молчаливо, сильно не будем показывать всем, у кого это такое происходит, но происходит. Значит, что на самом деле с вашим имуществом случилось, по инвентаризации не видно. У вас подписи стоят, значит, все есть. А как там реально, непонятно. И вот вы проводите реальную инвентаризацию, вдруг что-то выявляете интересное. Можно такое случилось? Можно. Итак, если говорить про бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет, я еще раз напомню, шестое ПБУ мы с вами используем. И по ПБУ 6 написано, что первоначальная стоимость основного средства складывается из суммы всех фактических затрат на его приобретение. Это и сумма, которую вы заплатите поставщику, продавцу. Это и сумма, которая уплачивается организациям по договорам строительного подряда, то есть сумма постройки. Сумма, которую вы уплачиваете за информационные, консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств. Регистрационные сборы. То есть если это у вас объект недвижимости, вы же идете в регистрационную палату регистрировать. Там платите госпошлину. Оплачиваете услуги регистрационной палаты тоже. И это все включаете в первоначальную стоимость основного средства. Невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств. Ну, например, таможенный сбор, пошлина, невозмещаемые налоги. Ну и иные затраты, которые вы понесли непосредственно, связанные с приобретением объекта основных средств. Все эти затраты вы включаете в первоначальную стоимость основного средства. Что у нас для цели налогообложения? 257 статья. Первоначальная стоимость объекта основных средств определяется как сумма расходов на приобретение, доставку, доведение до состояния, в котором они пригодны для использования. Изначально кажется, что все то же самое. Но бывают разные ситуации. Давайте так. Во-первых, мы можем с вами исказить первоначальную стоимость. Из-за общих хозяйственных расходов. Вы отправляете вашего снабженца за основным средством в другой город. Вы выдаете ему деньги, подавал свой отчет. Он уезжает, покупает, возвращается. Скажите, где вы будете учитывать командировочные расходы? Дебедь, какого счета поставите? Должна. Совершенно верно. Вы должны включить командировочные расходы в себестоимость этого объекта, потому что цель командировки была какая? Приобретение его. Если вы отразили на 26 счете, то, значит, вы исказили стоимость. Теперь, что касается налогового кодекса, то там у нас написано, что ряд расходов, которые перечислены в бухгалтерском учете, например, то, что я здесь перечисляла, регистрационные сборы, в налоговом учете платежи за регистрацию прав на недвижимость, проценты по кредитам, списываются на прочие расходы в платежи за регистрацию прав на недвижимость. Они перечислены в 264-й статье, они в 257-й, где формирующие стоимость основного средства расходов прописаны. И проценты по кредитам, 265-я статья, нереализационные расходы. Поэтому, что получается? В налоговом учете вы сегодня признаете расходы? Вы заплатили за сделку с недвижимостью в регистрационной палате. Вы платили? Расходы есть? Документ есть? Вы расходы в каком учете отражены? В налоговом. В налоговом сегодня, а в бухгалтерском мы через амортизацию. То есть в бухгалтерском у нас регистрационные сборы включатся в стоимость имущества, а в налоговом сразу отразятся как текущие расходы. Проценты по кредиту, которые я рассказывала, с 1 до 20 июня начислены. В бухгалтерском включим в стоимость, а в налоговом спишем сразу на расходы. В результате сначала в налоговом учете расходы, а в бухгалтерском позднее. Разница в учете? Да. Еще одна ошибка, которая у нас появляется, если заключен договор Мена. Вот смотрите, когда-то компания получила какой-то объект имущества, ну, например, купили они автомобиль, автомобиль уже полностью самортизировали, но он ездит, хороший автомобиль. У нас с вами тоже что-нибудь есть нужное, наверное, но автомобили нам нужны. Мы можем договориться с ними и поменяться? Можно. Никто не запрещает, закон разрешает, договор Мен исключить. Они нам автомобиль, а мы им чего-нибудь нам не очень нужны. Сейчас мы придумаем, у нас чего-нибудь надо покупать. Другой автомобиль? Нет, зачем же мы автомобиль придумаем? У нас трубы есть, а у них есть автомобиль. Им нужны трубы, а нам нужен автомобиль. И вот мы меняемся. Какую стоимость мы напишем в договоре? По какой стоимости мы оприходуем этот автомобиль? Эксперт. Можно пригласить эксперта. Можно самим поискать рыночную стоимость? Можно поискать рыночную стоимость? То есть посмотрели на рынки, наши трубы стоят 10 тысяч рублей. Они посмотрели на рынки, их автомобиль стоит 15 тысяч, но они говорят, нам трубы очень нужны, поэтому пусть будет 10. И вот в договоре написали, что стороны сочли обмен равноценным, да, равнозначным. Так по какой цене нам поставить с вами автомобиль? Я бухгалтерская, как ты говорила, с вами наоборот. По документам, чтобы не было так. Амортизация. Здесь просто вот сама по себе ошибка, да. Вот нам нужно посмотреть на стоимость, по которой стояли трубы у нас в учете. Уловили нас? Да, по которой мы купили эти трубы. Эти трубы, допустим, нам когда-то достались до 2000 рублей, а сегодня они на рынке стоят 10. А мы на них выменили автомобиль, который на рынке стоит 15. Почем этот автомобиль будет стоять у нас в учете? Две. По договору. Да. Мы должны будем поставить по цене, по которой обычно определяем стоимость аналогичных ценностей, да. То есть мы стоимость ценностей передана или подлежащей передаче. По этой цене мы должны будем поставить. Поэтому здесь будьте внимательны. Искажение первоначальной стоимости приведет к дальнейшему чему? Неправильной амортизации, неправильным расходам и формированию финансового результата. Вообще договор мины лучше не заключать. Самый, наверное, такой спорный договор, который вообще есть. Я вообще не люблю слово «бартер». Я его не люблю еще с того, как статья 40-ая у нас была, потому что договор бартера подпадает под контролированные сделки. В договоре мы не можем написать другую цену, нежели чем в рыночной. Мы не можем написать 2000 рублей, мы не можем ничего, потому что на рынке это стоит 10-15, надо смотреть. Поэтому договор бартера лучше заключить на два договора купли-продажи. Мы им продаем трубы, они нам продают автомобиль. Мы считаем, что деньги перегонять не будем и подпишем акт взаимозачета. Но договор бартер, я еще раз повторю, вызовет кучу нареканий, разногласий и споров с налоговым органом. Теперь про оценку и переоценку основных средств. У вас есть на балансе основные средства, которые, например, очень дорого вы приобрели, а сейчас на рынке это основное средство стоит гораздо-гораздо меньше. Ваше желание не платить налог на имущество с такой большой суммой. У вас есть полное право какое? Взять и уценить ваше имущество в соответствии с рыночными ценами. То есть снизить цену, сделать пункт цен. И тогда вы получите совсем другую цифру и налог на имущество будете платить с той ценой, на которую произведете переоценку. Другая ситуация. У вас есть имущество, которое очень быстро растет в цене на рынке. В реальной недвижимости. Вы хотите получить большой банковский кредит, и вам нужно обеспечение в банке. Залог. Вы говорите, у нас есть недвижимость. Они говорят, а что у вас в балансе стоит? Вы говорите, вот у нас есть здание, стоит 3000 рублей оставочную. Как-то вообще несерьезно у вас. С балансом все несерьезно. Со стоимостью имущества все несерьезно. И вы смотрите на рынке, это стоит уже 3 миллиона. И, соответственно, вы делаете переоценку в сторону. До оценки. У вас сразу баланс красивый. Имущества много, много собственного капитала и так далее. Вот эти все процедуры можно производить где? В бухгалтерском учете. Что касается налогового кодекса, в налоговом кодексе никаких результатов переоценки мы не принимаем. В налоговом учете не принимаем. Нет. Поэтому прежде, чем организация примет решение о проведении переоценки, необходимо проверить целесообразность этой процедуры. То есть проводить переоценку вообще-то следует, если текущая стоимость однородной группы объектов на 5 и больше процентов отличается от их стоимости по данным бухгалтерского учета. Помните всегда, что если вы один раз провели переоценку, вам это надо будет делать регулярно. По поводу не чаще написано одного раза в год, не реже ничего не написано, поэтому вам надо будет прописать как часто. Потому что за нерегулярность у нас есть наказание. Нигде не написано, что такое нерегулярное, но за нерегулярность есть наказание. Поэтому вам надо будет внутри предприятия установить процедуру проведения переоценки вашего имущества. Это печально, если вы надумаете работнику недоамортизированного имущества продать за символическую плату. Потому что будут проблемы у вас по налогу на прибыль и у работника по НДПС. Компания с работником являются взаимозависимыми лицами. Поэтому договор сделки не должен отличаться от рыночной цены более чем на 25%. То есть если этот автомобиль на рынке стоит не 3000, или не 1000, как вы назвали, то он же не стоит 1000 на самом деле. То есть в договоре у вас должна стоять цена, не отличающаяся от рыночной, больше чем на 25%. Можно, конечно, привести его там, уценить, потому что какие-то технические характеристики не те, и вообще он подоржавел весь, а сотрудника выставить вообще благодетелем, потому что он забрал на себя этот компет. Ну, то есть ходованные вещи надо продумать, опять же. Но не продавать. И запущу. Теперь давайте про стоимостную характеристику, которая у нас написана в шестом побывании в налоговом кодексе. Что у нас сейчас написано? После 1 января 2016 года амортизируется в налоговом учете имущество только если стоит больше 100 тысяч рублей. В бухучете сохранился прежний лимит 40 тысяч. Когда изменилась нижняя граница стоимости остальных средств в налоговом учете, появилась сразу разница в величинах расходов, учитывая мы в бухгалтерском и налоговом учете. Почему? Потому что в налоговом учете мы сразу списываем на расходы, если стоит меньше 100. А в бухгалтерском через амортизацию списываем постепенно. Очень часто задают вопрос, можно ли повысить лимит стоимости основного средства в бухучете и сказать, что только со 100 будем начислять амортизацию. Нет. Организация иначе будет привлечена к налоговой ответственности за неверное отражение на счетах бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности материальной ценности. И это является грубым нарушением правил ведения учета и все санкции, которые прописаны в 120-й статье, если помните, там и 40% есть, и наказание за неправильное отражение, там 10-30 тысяч, то есть довольно-таки серьезные наказания будут. Что нам нужно сделать? Можно смириться. В бухгалтерском учете поставить на учет как основное средство, налоговому списать сразу. У нас получится бухгалтерской прибыли больше в этом месяце. Правильно? Мы же не отразим в расходах в бухгалтерском учете стоимость. В бухгалтерском учете мы в расходы эту стоимость не возьмем, а в налоговом возьмем. В бухгалтерской прибыли у нас получится больше. Если считать налог по данным бухгалтерскому учету, бухгалтерского налога, то есть условного расхода по налогу на прибыль, в соответствии с 18-м ПГУ, получится больше. И мы тогда будем откладывать свое обязательство на потом, потому что это вызовет временные разницы. Когда закончится срок амортизации в бухгалтерском учете, тогда расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом сведется к нулю. Но более мягкий способ, который тоже предлагают у нас консультанты в этом вопросе. В учетной политике предприятия можно прописать, что в налоговом учете материальные ценности со сроком полезного использования больше 12 месяцев и стоимостью от 40 до 100 тысяч рублей включаются в состав расходов не единовременно, а поэтапно, по определенному заранее графику в зависимости от срока полезного использования. О как! То есть, знаете, вот у нас 254-я статья в налоговом кодексе называется «Материальные расходы». И в пункте первого написано, что материальные расходы попадают в расходы в момент передачи их в эксплуатацию. То есть, когда вы материалы списали в производство, вы отразили стоимость в расходах. А что вы скажете про спецодежду? Спецодежду можно списывать сразу? Можно. А можно списывать в течение какого-то периода времени? Можно. Но ведь там ничего не написано именно про спецодежду. Там звучит, что материальные ценности можно списывать равномерно, если вы так хотите. Значит, что можно придумать в учетной политике, чтобы избежать разницы? Написать, что то, что вы в учете основное средство в налоговом еще нет, вы будете списывать равномерно. Как? Практически так же, как вы в учете через амортизацию. Идея понятна или нет? То есть прописать некий алгоритм. Так. То есть можно будет прописать подобные правила в налоговой учетной политике, и тогда вы снизите эти расхождения. Но ни в коем случае не поднимайте лимит признания в их учете до 100 тысяч. Например, в феврале 2018 года торговая организация приобрела основное средство в первоначальной стоимости 86 тысяч рублей и сроком полезного использования 4 года, то есть 48 месяцев. В этом же месяце объект был принят к учету, введен в эксплуатацию. В бухгалтерском учете объект отражал в качестве основного средства 86 тысяч, это же больше 40. А в налоговом учете у нас получается, что не основное средство. Годовая норма амортизации будет 25%. Соответственно, годовая сумма амортизации будет 21 600. И ежемесячно будем начислять амортизацию в бухгалтерском учете. Сделаем запись 901 кредит 08 на 86 400 приняли к учету. В налоговом учете списываем полностью на расходы. И у нас образовывается разница в расходах на сумму 86 400. Таким образом, нам придется с вами в бухгалтерском учете уменьшить бухгалтерский налог, отложив наше налоговое обязательство на 20% от суммы возникшей разницы. За тот период, 4 года, когда мы амортизируем с вами основное средство, у нас отражается в расходах сумма амортизации в бухгалтерском учете 944 кредит 02. И возникает вычитаемая временная разница, мы погашаем с вами отложенное налоговое обязательство. Возможно, эти моменты у вас не очень хорошо воспринимаются, особенно у тех, кто не знает 18-е ПГУ. Но ничего страшного, с вами разберемся на практическом семинаре, порешаем подобные задачи, станет полезным, понятнее. Следующее расхождение, которое у нас возникает, из-за срока использования. К основным видам ошибок и нарушений, которые допускаются при начислении и отражение амортизации в бухгалтерском учете относятся к неточному отнесению имущества и организации к амортизируемой группе, в налоговом кодексе у нас есть четкая привязка к классификатору, а в бухгалтерском учете срок мы устанавливаем, исходя от каких-то других предполагаемых сроков использования и так далее. Если же вы в бухгалтерской учетной политике пишете, что мы используем классификатор, будьте внимательны и правильно выбирайте нужную группу. Далее, специальные коэффициенты при начислении амортизации тоже существуют, и к ним тоже есть конкретные требования. И к чему мы приходим? Бухгалтер написал приказ по учетной политике, положил его далеко на коночку. Возникает ситуация. Читаете ли вы, как бухгалтер, учетную политику каждый день? Никогда. Печально. В какой-то момент вы отражаете операции в полном разрезе с вашим приказом по учетной политике, потому что не читали. И, конечно же, это тоже идет нарушение, которое аудитор обязательно вам пропишет как ошибку. Далее. Про начисление амортизации я уже вам эту ситуацию описала. В бухгалтерном учете мы начинаем начислять амортизацию на следующий месяц после чего? Принятие к учету. Принятие к учету основного средства. А в налоговом учете начинаем начислять амортизацию со следующего месяца после того, как начали эксплуатировать. Совершенно верно. И эти даты могут не совпадать. Кроме того, если основной средством было передано вам в безвозмездное пользование в налоговом учете, амортизацию мы не начисляем. Про срок использования. Если срок использования имущества в бухгалтерном учете больше, чем в налоговом, то амортизационные отчисления в налоговом учете ежемесячно будут больше, чем в бухгалтерском. Если срок в бухгалтерном учете больше, то амортизация в налоговом, Из-за меньшего срока больше. Это при условии, что фирма применяет единый метод начисления амортизации. И тогда у нас будет появляться временная налогооблагаемая разница и появляться отложенное налоговое обязательство. Налог бухгалтерский нам нужно будет все время корректировать. И в тот месяц, когда мы полностью отразим в расходах стоимость основного средства, это обязательство у нас закроется. Еще одна разница, которая у нас прописана в пункте 9 ст. 258, это амортизационная прибыль. Есть ли кто-нибудь, кто ее пользуется? Вы можете в момент приобретения основного средства сразу же списать на расходы 10% либо 30% от стоимости основного средства. Таким образом, занизить свою налогооблагаемую прибыль. 30% от стоимости в расходах это же хорошая сумма. Купили за 5 миллионов автомобилей вашему любимому директору. От 5 миллионов 30% у нас полтора миллиона у вас уже есть сразу в расходах. Если же вы его просто ставите на учет и начинаете амортизировать, то такая сумма в расходах попадет небыстро. Называется это амортизационная премия. Текстом в налоговом кодексе звучит, что 10 либо 30% от суммы капитальных вложений, но амортизационная премия как-то так прижилась. На сумму амортизационной премии амортизации не начисляем. В налоговом учете амортизация начисляется от оставшихся 70%. В бухгалтерском учете подобная льгота не предусмотрена, поэтому у вас появляется разница в расходах. В налоговом учете вы сразу же 30% спишите, а в бухгалтерском топору нет. Далее. У нас есть с вами в 259 статье, точка 3, такое понятие, как ускоренная амортизация, применение повышающих коэффициентов. Например, если у вас основное средство было принято на учет до 1 января 2014 года и используется оно в агрессивной среде или в многосменном режиме, к такому основному средству можно применить повышающий коэффициент, но не больше двух, то есть амортизировать его в два раза быстрее. Если же имущество покупается в лизинг, то к амортизации, чем мотивируют нас с вами лизинговые компании? Они мотивируют тем, что вы быстрее спишите на расходы стоимость. Почему быстрее? Потому что можно применить повышающий коэффициент в три раза быстрее спишите. Если вы решите использовать повышающие коэффициенты амортизации, об этом надо обязательно прописать в учетной политике. Но несколько повышающих коэффициентов одновременно применять нельзя. В бухгалтерском учете применять коэффициент ускорения в пределах трех можно лишь выбрав метод начисления амортизации, способ уменьшаемого остатка. Крайне редко бухгалтер это делает. В остальных случаях этого делать нельзя. То есть при линейном методе нет такого коэффициента в бухгалтерском учете. По объему выпущенной продукции нет такого метода. То есть вы можете только для уменьшаемого остатка использовать повышающий коэффициент. Значит, в каждой месяце у нас будет появляться временная налогооблагаемая разница. И придется корректировать налог. Как я уже сейчас сказала, у нас разные совершенно способы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Один единственный способ, который не вызывает расхождение, это линейник. Чем многие бухгалтеры пользуются? Там линейник, там линейник. Но готовьтесь к вступлению в силу федерального стандарта, который у нас будет регламентировать бухгалтерский учет по начислению амортизации. И вы уже никогда, как только он вступит в силу, не получите одинаковые суммы амортизации. Потому что там появятся такие понятия, как справедливая стоимость, смена способа начисления амортизации в течение срока использования. Там основной метод, который рекомендуется, это пропорциональный объем выпущенной продукции и так далее. То есть в налоговом учете такого метода нет. Почитайте федеральный стандарт, чтобы быть к нему готов. Он, правда, неутвержденно не вступил в силу. Он должен был вступить в силу с 1 января 2018 года, но пока не применяется. Но проект его есть на сайте Минфина. По зданиям, сооружениям и передаточным устройствам, входящих с 8 по 10 амортизационной группы, можно начислять амортизацию только линейным методом в налоговом учете. Нелинейный метод у нас не применяется. То есть какой бы мы метод не применяли начисление амортизации, если это не линейный, то у вас всегда будут разницы. Например, в феврале приняли к бухгалтерскому учету и ввели в эксплуатацию новое оборудование стоимостью 480 тысяч. В целях бухгалтерского учета начисляется амортизация линейным методом, в целях налога учета не линейный. Срок полезного использования установили одинаковые 4 года. В целях налогообложения 3 амортизационная группа, но для нелинейного метода прописана норма амортизации 5,6%. С марта начисляем амортизацию, посмотрите, совершенно две разные цифры. В бухгалтерском учете 10 тысяч, то есть 480, деленное на 48 месяцев, 4 года по 12. А в налоговом учете в первый месяц начисления амортизации это 5,6% от остаточной стоимости от 480, то есть 26,880. И никогда у вас она не сравняется. То есть и там, и там дойдет до нуля, но разными темпами. У вас в расходах будет разная сумма. Когда мы продаем основное средство, тоже грустная история, вот отвечая на ваш вопрос. Если организация решает реализовать свои внеоборотные активы дешевле их остаточной стоимости, ну, например, в целях поощрения кого-либо, либо оборудование, которое уже не будет использоваться, потому что морально устарело, или же автомобиль, который попал в аварию, у него есть остаточная стоимость, но вы его можете только в утиль, например, сдать. Значит, в бухгалтерском учете никаких особенностей нет, всю остаточную стоимость списываем на расходе. А что в налоговом учете? А в налоговом учете учетный пункт 3 статьи 268 нам говорит, а вы не можете всю остаточную стоимость сейчас списать на расходы, потому что у вас есть убыток. Убыток вам надо растянуть на оставшийся срок полезного использования. Еще одно счастье. То есть равными долями убыток будете принимать в течение срока оставшегося полезного использования. Если у нас была амортизационная премия по такому основному средству еще применена, должна ли компания восстановить премию при продаже этого основного средства до истечения срока полезного использования, тем более продавая его с убытком? Не всегда. Восстанавливать амортизационную премию надо только в случае продажи основного средства взаимозависимому лицу. То есть еще один камушек в ту сторону, который не надо делать. Если основное средство было продано взаимозависимым для налогоплательщика лицу ранее пяти лет после принятия к учету, сумма премии должна быть восстановлена и включена в состав нерализационных доходов в период продажи объекта. Ну и остаточную стоимость увеличить на сумму этой восстановленной премии. Таким образом, чтобы избежать разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, о чем мечтают многие начинающие бухгалтеры, используем одинаковый порядок и срок амортизации стоим одинаковым. Не переоцениваем, не модернизируем основное средство. Формируем первоначальную стоимость основных средств одинаковыми методами, никаких кредитов не берем. Но даже если о расхождении вам избежать не удастся, ничего страшного. Главное, чтобы вы корректно отразили все разницы на счетах учета. Что касается разниц, то про разницу мы с вами говорим, используя 18 ПБУ. Именно этот документ позволяет нам зафиксировать расхождение в расходах или доходах предприятия и скорректировать бухгалтерский налог, отразив расхождение в расчете налога в бухгалтерском учете. Поэтому я вас приглашаю на семинар, который у нас состоится 23 июля. Здесь, в Балминском комплексе, практикум по применению 18 ПБУ учет расчета по налогу на прибыль. По окончании курса вы научитесь отражать постоянные и временные разницы, отложенные налоговые активы и обязательства на счетах бухгалтерского учета, определять финансовый результат предприятия по правилам бухгалтерского учета и налогового и правильно формировать отчетную форму, вторую, знаете, да, отчет о финансовых результатах. Каким образом ПБУ влияет на ведение учета в вашей организации? То есть вот эти все вопросы мы с вами рассмотрим. И тогда вас приглашаю туда и до встречи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.